у нас почти все детали для того чтобы собрать почему почти ну потому что не хватает еще вот этих двух шлангов но это будет самую последнюю очередь делается поэтому сейчас мы начнем с вами отложим пока это в сторону и начнем с колес теперь сделаем маленькое колесо поступим точно таким же образом введем одну шестеренку сюда в середину положим втулочку чтобы держалась наша конструкция еще немножко клеем пройдемся на всякий случай и так же к нашему колесу еще прикрепим вот такую шайбочку звездочку так ну а потом уже в различном порядке как нам заблагорассудится начнем прикреплять сюда уже и всякие разные шестерни большие маленькие то есть это тоже в общем то зависит от вашей фантазии как вы соберете так и будет правильно так как в печь мы больше уже сажать ничего не будем поэтому для быстроты я предлагаю просто использовать сейчас двухкомпонентный клей вы можете использовать обычный клей момент или еще что то такое скоростное так как у нас шестерен много то и возможность их применения тоже довольно таки большая так как любой редуктор состоит из множества маленьких шестереночек гайчик по одному слесарю известно как там должно быть на самом деле после того как высохнет мы можем с другой стороны уже это сделать просверлим просверлим насквозь это вот на таком расстоянии тыльцы чтоб туда можно было спокойно вставить ось я не хочу вас утомлять какими-либо размерами потому что у меня одни у вас у вас могут быть они разные главное понять принцип то есть я сейчас примерно отрежу откушу а принцип моих действий будет такой вот я взял наши две трубочки разрезано закреплю здесь так и с этой стороны здесь поставлю колесо и с этой стороны заклепку то же самое сделаю и с этой здесь поставлю заклепку для этого мне надо просто подогнать их хорошенько чтобы они уже никуда не девались теперь с помощью плоскогубцев сделаем вот такой формы закоречку можете посмотреть то есть так она выгнута а потом в эту сторону сложного ничего нет потому что здесь я хочу закрепить как раз колесико и поставить сюда заклепку и поставить сюда заклепку вот так ну на клею конечно все будет а этот конец я заведу в вентиль впереди я сделал отверстие которое точно подходит под заглушку вентиля сейчас посмотрим вот так и сейчас откусим ненужное нам и установим третье колесо вот так то есть три колеса у нас уже есть ну а теперь давайте соединим нашу колесницу уже с редуктором для этого возьмем кусочек здесь просверлим дырочку и введем его вот сюда чтобы чтобы наше яйцо поместилось немножко загнем ну-ка да все нормально чтобы закрепить здесь наш редуктор поступим совсем просто возьмем такую трубочку приклеим сюда а потом когда она застынет засохнет мы ее просто сюда оденем поступим без лишних хлопот теперь когда у нас все наши крепления готовы нам останется просто закрепить здесь этот передачу эту поставить яичку что не хватает ну парочки здесь гофрированных трубок сейчас мы их быстро сделаем так возьмем колбаску возьмем лист на котором сделаем текстуру гофрированную вот отрежем нужные нам сделаем на одном конце текстуру заострим да и на втором тоже поменьше сделаем вот вот так так и теперь обернем текстурой текстуру 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 один гофрированный шланг готов для чего я заострял я хочу сюда продеть вот такие сопла, назовем их так. Ну вот, что нам удалось вытащить, то есть здесь они встают, но вы скажете, а как же так, ведь она должна дуть сюда, то есть быть загнутой. Ну, этому я вот сейчас научу, есть такой очень хороший трюк, мы возьмем одну с живой водой, одну с мертвой, то есть это горячая, это холодная, и сделаем следующим образом, подержим здесь немножко, в горячей воде, и вуаля, она начинает гнуться, еще мало, давайте еще подержим. Так, то есть это хороший такой трюк, вот я сейчас загнул ее и опускаю в холодную, в мертвую воду. Так, уже у нас немножко загнулся, так давайте еще подержим, это мало, маловато было. ну и вот видите, она у нас загнулась, так как нам нужно. осталось ставить сюда и приклеить. Сначала наклеим сюда наш редуктор, так, и теперь так вот хорошенько смазав отверстия и сами трубочки заведем сюда. А на всякий случай приклеим здесь. так. Теперь дадим высохнуть нашему яичку и начинаем самую приятную окраску. Чтобы придать нашему изделию вот такой медно-бронзовый стимпанковский вид, мы воспользуемся акриловыми красками, которая называется акрилик фирмы Реверс. Реверс. Но я вам скажу так, чтобы вы не расстраивались, можно обычную серебрянку, бронзовянку брать и этого будет вполне достаться. Но это я уже тут шикую, но купил хороших красок и радуюсь. Для того, чтобы сделать коричневую краску, ее к сожалению сейчас нет, но я буду мешать вот эти обычно акриловые краски, которые используются для рисования. Так как мы будем работать методом сухая кисть, чтобы размазывать краску, сушить ее, я буду использовать такие кусочки пенопласта. Но это не обязательно можно взять, просто картон. Итак, первое, что мы с вами сделаем сейчас, это создадим коричневую красочку. Она нам нужна для того, чтобы имитировать ржавчину сначала. Так, начнем мы, пожалуй. Я беру на кисть немного краски, размазываю ее до сухого состояния и потом, вот взяв допустим первую половинку нашего яичка, начинаю наносить такими мазками сухими, полусухими эту ржавчину. То есть не надо полностью закрашивать, просто делать мазки и хорошенько сушить кисть. И таким образом нам нужно пройти все наше изделие. Я не буду вас утомлять, встретимся, когда возьмем уже другую краску. После того, как наше изделие изрядно заржавело, мы можем приступить уже и к серебрению. Вот тут очень важно, я сейчас объясню кое-что. Тут надо обязательно не переборщить ни в коем случае. Что мы делаем? Представим себе, что сквозь ржавчину начинают проступать кусочки металла. Сейчас я вам покажу, как это начинает выглядеть. Когда мы вот так сухой кистью, очень аккуратно. То есть этим самым мы начинаем подчеркивать, что изделие у нас металлическое. И как правило, если это все хорошо делать, оно действительно выглядит так. То есть надо ее попробовать пальчиком поковырять, чтобы понять, что перед нами не металл. То есть сейчас мы с вами делаем ржавый металл. Посмотрите, как сразу же начинают выделяться все детали. И вот здесь, я говорю, нужна абсолютная мера. То есть ни в коем случае не старайтесь покрасить серебрянкой или еще чем-нибудь. Если получилось, сразу стирайте пальцем. Вот так. Растирайте краску об пенопласт или бумагу и наносите в основном нужно стараться так, что не в середину залазить, а вот как бы по краям. Обычно металл просвечивается по краям. то есть я надеюсь, что я доходчиво объяснил. Еще раз покажу вот здесь. Очень хорошо видно на, допустим, вот таких гофрированных деталях. Смотрите. Вот так аккуратно наносим. Чуть-чуть. И вот уже у нас шланги металлические. То же самое касается и шестерен. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот видите, у нас получилось уже, допустим, ржавое железо, скажем так. Некоторым может показаться, что, а что, это тоже красиво. Да. Для меня, во всяком случае, да. То есть тут тоже на ваш вкус, в общем-то, как вы хотите, так и раскрашивайте. Я показываю только то, что я делаю, допустим. Да. Как я делаю. Но это не аксиома. Это просто именно мое видение. Итак, я сейчас возьму медную краску. Эта краска, она вообще великолепна, конечно. Должен вам признаться, что я долго искал подходящие для этих целей. И вот нашел. И после этого никакой другой больше не хочу. Так, покажу то же самое здесь. Смотрите, как начинает темная бронза выступать. Потому что у нас пластик был черный, поэтому я и делаю на черном фоне. И тоже не старайтесь все закрашивать. Берите только частично. Потому что через этот слой просвечит другой слой. Через этот еще будет один слой. И поэтому это разнообразие слоев, оно дает, как бы, именно ощущение, что это настоящее. Но даже я вам скажу, что если это и бутафория, то это очень хорошая бутафория. Я долгое время работал в кинотеатрах и театрах города Новосибирска художником и оформителем. Поэтому бутафория мне близка. Вот видите, мы покрыли. Теперь уже у нас стал оттенок бронзовый. Но еще, на мой взгляд, темноватый. Не хватает так называемый хайлайт. То есть бликов каких-то. Вот так. Ну и, как всегда, сейчас я перейду к нашему механизму и продолжу в том же духе. Вот, посмотрите, как выглядит уже наш киндер-сюрприз. Но мы на этом не остановимся. Сделаем последний рывок. Для этого возьмем уже бронзу. И пройдемся по нашим изделиям, по нашим текстурам, бронзой. Тоже не надо везде это делать. Смотрите, как это. Я это местами выбираю. Где-то посильнее, где-то поменьше. То есть я не стараюсь закрасить все черные какие-то места. Это только придаст нашему изделию, как говорят немцы, аутентичность. То есть действительно будет похож на то, что мы хотели с самого начала на стимпанк. То есть вот, смотрите, вот наши четыре слоя и, на мой взгляд, цвет очень удачно получился. И так же я сейчас сделаю со всем нашим механизмом. Ну вот, дорогие друзья, мы на финише. Получился довольно-таки неплохой стимпанковский киндер-сюрприз с открывающейся крышкой, куда можно положить, если вы дарите деньги или свои какие-то обручальные кольца. Для детей можно конфетки хранить. То есть мы, хотя и сделали так, как планировали, но это не означает, что конец. Можно было еще здесь сделать трубы какие-то, можно было передача на колеса. То есть за что я люблю стимпанк? За то, что фантазии у него нет предела. То есть пределом являетесь вы сами. Вот со всех сторон посмотрим сейчас. Выглядит довольно-таки хорошо. Ну все уж там. И так, на этом фирма Петерсон и я, Эдуард Петер, прощаемся с вами. Желаем вам творческих успехов. И не расстаемся. Потому что, я думаю, вам будет интересно посмотреть и другие наши. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова